звонит кто-то то что у нас тут сегодня сегодня 25 там пришел никита пришел ну давай володенька иди встречай узнавай как они там что володя собираются тут тепло у нас вот так посмотрим переминаются с ноги на ногу вернулся наш командировавший в потеряевку володя отпуталась а чё же он один-то встретились братья ну вот так все тут около сидишь на наша буско вот они братья ведут вот вот так вот вот третий этаж пошла вот володя еще там постели заправила ты уже лазишь хорошо ли это ну ну вот это сам каждый мог не поинтересоваться может это решительные минуты для батюшки заболел где это первый вопрос бы задал вот картошку мелко этого понятно какая рука моя здесь вот утром сварил володя почистили и маленько подвяли на плите эту печку протопили вот так это наоборот на дверях у нас на выходных написано все же его так долго нету печка такая жара и она лежит тут белая глянь куда забралась это не буско у нас еще мешок сухарей запасной не понравилось и йод мир дома 7 миром а где батюшка то Говорит, меня как ушел куда-то с кем-то. Наверное, с Вениамином встречал его. Кто? Венька, наверное, встречал его. Ты не понял, кто здесь на машине? Нет. Кто встречал-то? Ну, Веня, знаете Веню-то, Янчука. А, он встречал? Да, они потом пошли как... Первые меня вышли с вагона, и как пошли быстро-быстро, а потом дальше пошли куда-то. Да как же так? Ну, в магазин, наверное, или куда поделать. Да какой магазин сейчас? В субботу еще восемь часов. И один магазин не открытый. Наверное, так. Непонятно. И сколько ты там пробыл по Теректе-то? Ну, две недели выходит. Командировка. А с Украины как приехал, сколько прошло? Ну, скоро, может, третий год уже пойдет. Пойдет или сколько? Два полного года? Ну да, два полного года. Два года и две недели. Ну, съездил там ты, нужен был, востребован? Да. Поехал оттуда по-хорошему все? Да. Все, за стол, давай. Мы все тут, Володя, готовили тут сегодня. Картошку с маслом. Вот она у нас есть. Видишь, какая мелкая. Я нарезал его. Лук добавили, растительное масло. Ладно. Что-то срочное для нас есть сообщить? Нет ничего. Нет ничего. Нету. Ну, а там ходили на Рыжковский там просто. Ну, видно, что ничего не повреждено? Я там снял запись, у меня есть она. Есть. Ну, давай тогда. Сейчас. Я сразу займусь этим делом. Скачают. Так, ты просто не привез свои? Мне там свои, а здесь свои просто не. А, ну, это делаю. Вот так и надо делать, чтобы не возить. Какого-то оставлять надо. А на скворечник проникали, нет? Нет. А белый кот живой? Говорят, да. Видели там его в Глушкова. Немного бы потерпел он месяца и дальше бы жить. Понятно. А на этом, на большом, когда работали, Женя хоть раз приходил? Да. Два раза, кажется. Ну, со мной, при мне один раз был. Ну, вот слава Богу. А так Василиса приходил один раз. Ну, прекрасно. Если там рыба будет запущена, там рыба может не промерзает, он намного глубже будет. И там очень большие будут эти карпы. Ну, надо будет долбить, конечно, отдушины делать. Ну, давай. Ну, сейчас скачаю на флешку Вам. Какие-то наказы для меня были от кого, нет? Нет, ничего не было. Ничего не было. А от Володи ты узнал, какие провода надо? Он сказал, он сначала отказался. Говорит, я уже старый, руки дрожат, зрение плохое. Отпратись к Саше Шадрину. Я пошел к Саше. Он сказал, если будет моя помощь, пусть мы вместе. Ну, я пошел к Саше. Пусть что? Ну, вместе они пусть смотрят это, в проводку все. Ну, ладно, давай. У меня тоже дрожат. Ему скачать еще надо? А? Скачать надо еще? У него не на флешке, а на ноутбуке еще. Ну, ладно, скачивай. Все тогда на этом. Я тушу свет и открываю окна. Угу. Угу. Угу.